Давайте ознакомимся, какие проблемы в основном присутствуют у людей, которые взяли себе кошек и которые обращаются ко мне. Самые основные проблемы — это проблемы с посещением туалетного лотка. То есть если кошка писает мимо лотка, это всегда для хозяина расстройство. И вот с такими проблемами они обращаются. Часто кошки портят вещи. Это точат когти о мебель, они могут кусать углы мебели, они могут поедать какие-то предметы, откусывать с одежды пуговицы, жевать какие-то мягенькие ткани, сбрасывать вещи с полок, ронять даже телевизоры, айфоны разбивать и так далее. С такими вещами тоже люди часто не могут самостоятельно справиться. Конечно же, очень такая сложная проблема — это укусы, царапины, агрессия. Особенно это касается домов, где есть маленькие дети, потому что еще когда кошка кусает взрослого человека, он может это перетерпеть. Но когда она начинает маленьких кусать или стареньких, то это уже терпеть становится невозможно, и люди хотят эту проблему решить. Ночные игры, шум ранней побудки хозяев — это тоже очень большая проблема, потому что все работают, все хотят ночью спать, а некоторые кошки не очень-то понимают вообще, что ночью надо спать, они хотят играть, бегать, мяукать, и это мешает нормальной жизни хозяев, выводит их из равновесия, и поэтому они приходят ко мне, чтобы я помогла им скорректировать это. Также громкое мяуканье в течение дня просто и в течение ночи, то есть перманентно, оно тоже раздражает очень сильно, и многие не выдерживают просто его. И такая как бонус-проблема — это привередливость в еде кошек, потому что многие не понимают, что эта проблема чаще всего поведенческая, и мучаются, подбирают какие-то разные корма, ищут несуществующие болезни у кошки, а на самом деле просто неправильно ее воспитывают. Поэтому это тоже мы разберем в конце. Начнем мы с того, что я вам расскажу о классификации, с которыми мы будем работать. Это первая классификация, это так называемая пирамида потребностей кошек. Я ее для себя разработала самостоятельно по подобию пирамиды Маслоу. Это такая пирамида потребностей человека, психологическая модель. Но у нас здесь не психологическая модель, а у нас здесь модель счастливой кошки, из чего она складывается. И вот в основании пирамиды у нас чем ниже, тем более важные вещи для счастья кошки, без которых она счастливой совсем не будет. И в самой вершине пирамиды у нас находятся такие потребности, которые, в принципе, если их не удовлетворить, кошка не будет прям совсем-совсем себя плохо чувствовать. Но все равно на 100% счастья она ощущать не будет в своей жизни. Счастливая кошка – это кошка, у которой нет никаких поведенческих проблем. То есть она живет в гармонии со своим человеком, они друг с другом нашли какой-то контакт, никто друг другу не мешает, никто друг другу не делает плохо, больно, страшно, и никто друг друга… ну и все друг друга, в общем, любят гармонию. И вот чтобы достичь с кошкой гармонии, мы должны пройти эту пирамиду снизу до верха. И сейчас вы увидите далее, мы будем ее как раз проходить на разных-разных поведенческих примерах. И вторая классификация – это так называемое «правило кошачьего адвоката», чтобы легче запомнить. Оно… можно его обозначить как аббревиатуру. А, Д, В – адвокат, первые три буквы. Это почему так названо, «правило кошачьего адвоката», потому что часто люди для того, чтобы корректировать поведение кошки, используют наказание. Да, как всяких нехороших людей наказывают наши компетентные органы, так они выносят кошке приговоры, наказывают ее все время и ждут, что она от этого исправится. На самом деле наказание кошку не исправляют, а только ухудшают ее состояние. Поэтому я как адвокат до этой кошки, которая что-то сделала, могу обосновать, что совершенно не нужно ей наказание, а нужно сделать вот три вещи. Предоставить альтернативу нежелательному поведению, ограничить доступ к объекту нежелательного поведения и вознаградить за правильное поведение. Тогда мы кошке говорим, вот как ты должна делать. А когда мы наказываем, мы ей в принципе ничего не говорим, мы просто останавливаем поведение в конкретный момент времени. А вот данная схема, она учит кошку, как ей правильно сделать. И когда она научится тому способу, как ей правильно поступать, она не будет уже поступать неправильно, потому что данная схема делает так, что кошке поступать правильнее выгоднее. И она сама этого хочет, и сама это делает. Опять же, разберем мы ее сейчас много-много раз на разных-разных примерах. Итак, как мы решаем любую поведенческую проблему? Скажем, дерет кошка когти об диван, или она писает мимо лотка, или она сбрасывает ваши вещи. Мы применяем... Ну, я применяю лично много классификаций, но вот эти самые простейшие и самые испытанные. Вот мы проверяем первое удовлетворение потребностей по пирамиде, которую мы видели. Находим причину этого нежелательного поведения. Это самое сложное, потому что часто без специалиста причину люди не могут определить, потому что всегда есть какие-то предрассудки, какие-то свои догадки, которые не имеют ничего общего, ну, скажем так, с научной точки зрения, с поведением кошки. Многие очеловечивают кошку, приписывают ей какие-то несуществующие чувства, какие-то невероятные логические ходы она там у них просчитывает. На самом деле у кошки достаточно примитивный разум. Ну, то есть разум у нее есть, разумная деятельность, но в основном она действует в своей жизни на инстинктах. То есть у нее есть определенный написанный в голове четкий план, который она неосознанно выполняет, сталкиваясь с той или с иной проблемой. Да, она может в какой-то мере подключать свой разум, да, там кошки могут научиться открывать дверь, да, глядя на человека, за ручку вот так поворачивать, могут сложные какие-то задачи решать. Но в основном в своей какой-то повседневной деятельности вот они действуют по инстинктам. Поэтому найти причину бывает сложновато, но мы стараемся. И дальше, после того, как мы отработали потребности по пирамиде, мы выполняем протокол адвоката по каждой причине. И тогда вы найдете то, что вам нужно перекрыть, какую проблему ее перекройте, и кошка перестанет у вас отображать нежелательное поведение. Я понимаю, что сейчас немножко непонятно, но сейчас как раз вот станет и понятнее. Начнем с первой самой распространенной проблемы. Это туалетная проблема кошек. И мы вот вспоминаем нашу пирамиду. У нее в основании было здоровье. То есть это самое первое, что мы должны проверить. И без чего кошка нормально жить не сможет. Потому что если кошка болеет, то она ничего не сможет делать нормально. Она плохо себя чувствует, ей дискомфорт все доставляет, она может быть раздражительной, какой угодно. И вот в случае с туалетными проблемами, первое, что мы проверяем, как всегда, здоровье по пирамиде, эту потребность. И что нам нужно сделать? Нам нужно сдать анализ мочи. Если кошка какает мимо, то анализ кала. Сдаем его, можно без кошки, отнести просто в лабораторию. И смотрим, есть там отклонение или там нет отклонений. Если там есть отклонение, значит мы лечим кошку. И возможно, что уже после этого первого шага, кстати говоря, 50%, наверное, а то и 60%, те, кто ко мне обращаются, уже после этого первого шага, они уже больше обратно не возвращаются, потому что они находят, что у кошки мочекаменная болезнь, что из-за этого написала мимо лотка, идут лечиться, пролечиваются, и проблемы уходят. И на этом все и заканчивается. Если все-таки мы сдали анализы, нам говорят, что ваша кошка здорова. Причем, обратите внимание, вы должны обязательно именно анализы сдать. Не то, что принесли к ветеринару, как я называю ветеринар рентген, который сверху на кошку посмотрел, с вас 700 рублей, ваша кошка здорова, идите. То есть нам нужно обязательно сделать исследование. Можно еще сделать УЗИ, если есть какие-то сомнения. Потому что, например, анализ мочи, он показывает в соли, в моче он показывает какие-то воспалительные процессы. Но иногда просто там в какую-то порцию мочи, может быть, соль не попала, и стоит сделать УЗИ, посмотреть, может быть, там полный мочевой пузырь песка. То есть здесь, как по максимуму, проверяем здоровье. Дальше кастрация. Как мы знаем, некастрированные коты, они имеют территорию, это их нормальное поведение. То есть с этим мы ничего не сможем сделать, кроме как кота кастрировать. То есть если ваш кот некастрированный, значит, мы его кастрируем. Если он уже кастрирован, значит, все отлично, мы это вычеркиваем. Дальше у нас в пирамиде идет пласт безопасность. Что значит безопасность? Безопасность для кошки это вообще одна из самых ведущих потребностей, потому что если она не чувствует себя безопасно на своей собственной территории, то это будет тревожное животное, подверженное длительным стрессом. А от стресса у кошки абсолютно все. То есть у нее и проблемы в поведении, и в здоровье, и во всем, во всем. Поэтому мы всегда проверяем эту безопасность. В частности, с туалетом, в чем может быть небезопасность для нее? Например, она конфликтует с каким-то животным еще дома. То есть там есть другая кошка, и та кошка гоняет ее из лотка, и поэтому она не может посещать лоток, как положено. Есть другая, ну, есть собака, например. Часто люди не заморачиваются такие там. Вот собачка бегает, там ест кошачьи какашки из лоточка. В общем, все нормально, безотходное производство, и все прекрасно. А на самом деле, стоит хоть один раз собаке напугать кошку в лотке, или даже просто при кошке залезть в этот лоток, кошка может сказать, о, простите, здесь уже небезопасно, я сюда больше не пойду. Особенно если лоток закрытый, когда кошка в нем внутри сидит, собака сует морду, и все. И кошка там вот так вот в этом лотке начинает, особенно если она с собакой не особо дружит. Поэтому вам надо понимать, что когда есть собаки, другие кошки, маленькие дети тоже вот бывают, они играют там рядом с лотком, шумят, прыгают, кричат. Если особенно лоток стоит где-то не там, где надо, в коридоре, к примеру, где постоянно ходят, 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 дети бегают, собака бегает. Коту и времени нет там спокойного, когда туда присесть. То есть да, он может перестать им пользоваться. Поэтому очень важно проработать все отношения с другими животными, с маленькими детьми, и безопасно расположить лоток в каком-то закрытом таком пространстве. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы он стоял в тихом месте, в уголочке. Не вот если взять наш зал, да, не посередине вот здесь вот его ставить, где все проходят, поставить его вот в угол здесь. И все, и кошке как бы комфортно. Ну, главное, чтобы запрятывать его тоже не надо, потому что если кошке 4 дня придется его искать, там где-то вы там под раковину куда-нибудь там прячут, под ванну, за шкафы совсем там, ну, то есть кошке тоже не будет очень хорошо, потому что ей нужен обзор из лотка на окружающую среду. Нужно видеть, что происходит, кто к ней подходит, кто ее может там поймать. Затем с туалетными проблемами. Следующая у нас в пирамиде. Пласт — это физиологические потребности, то есть физиология. Это какие-то предрасположенности кошки к чему-то, это какие-то связанные с питанием, с породными особенностями, вот с питьем, еще с чем-то. Вот в данном случае нам нужно проработать с режимом питания и питья, потому что туалетные проблемы часто связаны с неправильным питанием. Это как такой вам звоночек будет, если вы понимаете, что кошка ест некачественный корм, то надо сразу думать про здоровье. И питье, если кошка мало пьет, то она может быть в группе риска по мочекаменной болезни. И если она много пьет, это может быть признак другой какой-то физиологической причины, то есть патологии там. И опять же это к врачу. Плюс, если кошка какает мимо лотка, то мы должны посмотреть, а нет ли у нее там каких-то запоров, еще чего-то. Как она питается? Может быть, она ест сухой корм, почти не пьет воды, и у нее, может быть, так физически не видно, что у нее там запор, а она действительно ими страдает. Просто вот так вот незаметно. И из-за этого она перестает посещать лоток по поводу своих дефекаций. Дальше у нас идут социальные потребности. Социальные потребности — это общение. Общение с другими животными, общение с хозяевами. Это вот немножко так мы должны разделять. Общение с другими животными и отдельное общение с хозяевами. Потому что это разные виды социальных партнеров. Хозяин — это одно, другие животные — это другое. И вот нужно смотреть всегда, даже вот в этой вроде бы такой ситуации, когда просто кошка вот ходит мимо лотка. Что может быть причиной этого вот именно в социальных потребностях? А что может быть? Плохие отношения с другими кошками. И на этом фоне у нее развился стресс, например, цистит там, и все на свете. Или она боится посещать лоток. Плохое отношение с хозяином. Например, хозяин, который систематически наказывает. И кошка таким образом пытается с ним примириться, испражняясь мимо лотка. А он ее еще больше за это наказывает. Наказания с туалетными проблемами не работают. Вообще категорически нельзя даже кричать, даже высказывать что-то кошке. Нужно прорабатывать именно причину. Без причины просто так кошка мимо лотка не будет ходить. Это, скорее всего, или животное, просто некачественная у него жизнь в чем-то, или оно больно. Хотя хозяевам часто кажется, что кошка живет просто в шоколаде. Они мне всегда, ну, многие говорят, у нее же все есть, все. Вот диван спи, вот лоток писай, вот миска вот ешь. Все есть. Но на самом деле, чтобы сказать, что у кошки все есть, ее среда должна быть обогащена. И это вот последняя такая потребность. Это эмоциональной какой-то физической нагрузки, возможности развиваться, возможности учиться, возможности как-то, ну, то есть жить какой-то жизнью все-таки разнообразной, наполненной, чтобы у нее были всегда какие-то вещи для игр. То есть, например, взрослые кошки практически не играют с сольными игрушками, которые вот мы просто раскидали по полу. Они все меньше и меньше в них играют, потому что у них инстинкт уже этот отваливается. У них инстинкт у взрослых запускается только на движущуюся добычу, потому что если они будут подбирать падаль, они попросту отравятся, и они должны видеть, что добыча движется. И поэтому играть с ними должен человек или должен придумывать им такие игры интересные, которые будут запускать другие части этого инстинкта игрового. То есть, например, связанные с едой, да, или какие-то интересные головоломки, где будет заводная какая-то мышка или там какие-то батарейки, и она на батарейках будет их там развлекать, крутиться. Многие как бы этим пренебрегают. Ну и не говоря уже о вертикальной территории, о том, чтобы было много всяких интересных развивашек именно, то есть те же фильмы для кошек, те же какие-то музыка для кошек, да даже возможность просто сидеть, смотреть в окно на птичек. Это тоже такая очень важная вещь. Почему здесь это важно? Потому что кошка, у которой эта потребность не удовлетворена, если у нее слабая нервная система, и она склонна зацикливаться на каких-то проблемах, то есть есть кошки, да, у них сильная нервная система, у них что бы ни случилось, да хоть там, я не знаю, сапогом им по морде дали, они такие, ну, что-то как-то неприятненько было, ну ладно, и забыли через две минуты, и все у них хорошо. А есть такие, на которых только скажешь, ааа, ты что сделала? И она все, она полдня или день сидит под кроватью, никуда не вылезает, и ей уже ничего не надо, она всех боится, и все, у нее уже стресс. И вот такие вот второго варианта кошки, они больше всех нуждаются в возможности развиваться, в возможности чем-то заниматься в течение дня, быть занятыми, потому что они часто зацикливаются на проблеме, и в себе ее все время прокручивают, от всего начинают пугаться, и им становится как бы не очень хорошо, что выливается в стресс, и стресс этот длительный может вызывать маркировку территории. Вот мы проработали, мы, например, проработали по вот этой вот пирамиде, да, все проработали. Мы видим, что, например, у нас не закрыта проблема там по безопасности, у нас не закрыты социальные потребности, мы их закрываем, стараемся по максимуму. То есть находим, да, как кошки общаться хорошо, например, налаживаем отношения с другими животными, переставляем лотки с небезопасных мест, или там отгораживаем их от собаки, от детей и так далее. И дальше мы начинаем работать по схеме адвоката. Предлагаем альтернативу лотку, который есть у кота. Есть такая схема «Идеальный лоток». Вот сейчас в следующем слайде мы его увидим. И вот такую альтернативу вы предлагаете. Вот тебе котик вместо одного, который вроде бы тебе не нравится лотка, на тебе три. И три совсем других, скажем. С наполнителем, например, вместо без наполнителя или наоборот. То есть пробуем какие-то варианты, предложить ему, а такой тебе понравится, а такой. Закрываем доступ к объекту, который кот использует для туалета. Если это была там кровать, то ее можно накрыть непромокаемой какой-то пленкой. Если это там какой-то пол, то тоже туда можно что-то положить, например, колючий коврик. То есть чтобы у кота не было к этому месту доступа. Но рядом мы ставим ему лоток, хороший такой, правильно сделанный. И говорим, вот смотри, кот, вот у тебя лоток, вот ходи в него. И вознаграждаем, если кот использует правильный лоток. То есть он пошел в этот лоток, и мы его, он там пописал, покопался, вышел, и мы его угостили едой. Вознаграждение для кошки стопроцентное, которое будет работать, это всегда еда, которая ей желанна. То есть это те вкусняшки, за которые она будет служить, за которые она побежит до вас там с другого конца квартиры, когда вы только зашуршали. То есть это ее будет вознаграждение. И вот, что такое идеальный лоток. То есть мы можем создать лоток, который нравится почти всем кошкам. Это всегда самый мелкий наполнитель, без запаха. Чаще всего это комкующиеся, какие-то бетонитовые. Правильный размер лотка. То есть это от передней до задней ноги кошки. Меряем плюс 5-10 сантиметров, чтобы она там могла стоять. Загнутые внутрь края, это для устойчивости, для того, чтобы наполнитель у вас не рассыпался. И правильное расположение лотка. То есть лоток не должен стоять в коридорах, проходных местах, каких-то шумных, очень сильных местах. Рядом с местом или едой собаки, например, куда собака все время ходит. Рядом с местом, где часто шумно играют дети. Все должно быть достаточно тихое, спокойное, какое-то уединенное место. Но из которого все-таки есть минимальный обзор на окружающую среду. Так, это вот мы разобрали про лоток. Давайте поговорим про порчу вещей. Чаще всего причина порчи вещей просто неправильное приучение кота, к когтеточкам, неправильные игрушки или отсутствие игрушек, отсутствие внимания со стороны хозяина, скука просто. То есть хозяин, например, целый день на работе вообще не приходит домой, а кот один. И вот ему скучно, ему как-то грустно, и он начинает там отъедать куски стола где-то там. Пошел там какой-нибудь паспорт там хозяина нашел, поел, еще что-то. То есть ему интересно отрывать кусочки какие-то. А у него, тем более, если еще и нет игрушек, то он этим будет заниматься. Бывает такое, что кошка именно дерет мебель, хотя хозяева стараются, кучу когтеточек купили, и, значит, ничего все равно не получается. Она и когтеточки дерет, и мебель дерет. Так что нам тут нужно разобрать вот такие вещи. Давайте разберем, почему кошка дерет мебель. Опять же, мы берем пирамиду и начинаем проблему по пирамиде раскладывать. То есть исключаем здоровье. Например, вы купили кошке когтеточки, которые обмотаны сезалем. Это достаточно плотный материал, если вы сами так его потрогаете. Он такой шероховатый очень. А у кошки, например, какая-то проблема с вросшими когтями. Например, у нее удаленные когти. Но в том смысле, что сейчас бывают такие... Ну, на самом деле, удалять когти кошке это варварская операция. Сейчас еще есть операции, когда им не до конца удаляют, а лазером чуть-чуть прижигают. Тоже не надо этого делать, потому что все-таки когтение это такая потребность кошки, которую она должна все-таки закрывать. С удаленными когтями это сложно сделать. И она идет, смотрит, о, диван. А диван мягенький. Она его чик подрала, о, здесь лучше. То есть здесь надо вот смотреть, чтобы кошке было приятно драть и не больно. И чтобы у нее в порядке все были когаточки. Лучше всего их просто укорачивать, приучить к стрижке, укорачивать аккуратненько к актерезикам. И кошка будет довольна, она сможет и драть, и лазить, и все что угодно, все свои потребности закрывать, но она не будет так сильно и вас царапать, и так сильно портить мебель, потому что они даже, когда скачут по мебели, они все равно зацепляют неосознанно. Опять же, кастрация здесь нужна всегда, потому что когтение, вот это вот, оно не только просто так маникюр, это и маркировка территории спокойная, и плюс это способ снять фрустрацию. То есть бывает такое, например, кошка там бежала, бежала, что-то там хотела поиграть, промахнулась, подскользнулась, упала, она такая встает, и сразу такая ковер начинает яростно когтить. Или там на нее кто-нибудь наругался, сказал, вот ты плохая кошка, она подходит и когтеточку прям со злостью, сейчас типа тебя разорву. Вот они таким образом, они снимают фрустрацию. То же самое, когда мы приходим с работы, стоит когтеточка рядом с дверью, кошка подходит к когтеточке, когда нас уже увидела, и начинает когтить. Это от радости. То есть они так справляются с эмоциями. И не кастрированные кошки, они более эмоциональны, поэтому они больше могут и яростней когтить и когтеточки, и мебель, и все что угодно. Дальше. Безопасность. Опять же, когтеточка не всегда безопасна, как ни странно. Бывают такие когтеточки, наши производители кошачьей мебели, они очень редко задумываются вообще о правильной эргономике. И бывают когтеточки, которые вообще неустойчивы. Кошка на нее ставит лапы, начинает когтить, и когтеточка падает на кошку. Если даже когтеточка будет, вот она когтит, а когтеточка, например, повешена на стену, но она от стены отходит. Вот у меня были случаи, надо вешать на два гвоздика, чтобы плотная прилегала, а люди на один гвоздик, и она вот так болтается. Если кошка начнет такую когтить, она скажет, блин, это неудобно, я не буду, зачем мне это. В природе она когтит деревья. Вот у вас когтеточка, она должна быть по всем-всем-всем параметрам очень сильно похожа на ствол дерева, который стоит, оно не упадет, оно там не отвалится от него ничего, и кошку оно не напугает, никакого звука оно не произведет. Поэтому здесь нужно вот именно это смотреть. Дальше у нас идет физиология, да, как я уже сказала, кошка не может не когтить, это инстинкт, она идет мимо места, где она когтила, там она оставила свои феромоны, эти феромоны ей заходят в орган Якобсона в голове, считываются, и у нее запускается инстинкт, и она идет когтить. Поэтому здесь нужно понимать, что это поведение, искоренить его не то, что нельзя и не нужно, и в принципе это невозможно. Нужно просто предоставить правильное что-то. Нет ли конфликтов с другими животными? Если вы поставили одну когтеточку на пять кошек, одна из кошек или несколько могут начать ее охранять. И тогда ваша кошка не сможет ей просто воспользоваться и будет пользоваться чем-то в другом месте абсолютно. И также вот эта последняя наша вершина пирамиды, познавательные потребности. Часто кошки, которым не во что играть, они начинают разбирать квартиру. То есть они начинают доставать пухой из игрушек каких-нибудь детей, начинают отрывать куски от дивана, начинают там грызть углы. И вот у меня, например, кот, он, если видит, что я сижу с компьютером и не обращаю на него внимания, он подходит и начинает грызть углы компьютера. И вот он мне уже отгрыз как бы монитор, что у меня уже тачскрин не работает. Также с телефоном, если сижу с телефоном, он подходит, начинает грызть телефон. То есть я всегда смеюсь, что убью эту машину, которая отняла мою мать. И ваша реакция может подкреплять это поведение, потому что люди обычно, когда их мебель или их вещи начинают на их глазах крушить, они реагируют сразу. А что ты делаешь? И он такой, ага, вот так вот, значит. Ну-ка, что, по когтю еще? Опять. А что ты делаешь? Вот как это работает, что можно в догонялки поиграть. По когтю человек за ним с веником побежал, он от него четыре круга по квартире. О, ну вот и поиграли. То есть здесь нужно понимать, что у кота должно быть развлечение какое-то, кроме того, чтобы займи себя сам. Если будет займи себя сам, он будет просто из принципа. Вот какие у меня примеры были недавно. Кошка просто копает окна. Окна, витрины, все стеклянное. Потому что хозяйке неприятен звук вот этих когтей по стеклу, и она очень рьяно на это реагирует. Там кошка сбрасывает какие-то вещи хозяйке, у нее стоят там всякие баночки, скляночки ее с косметикой, и она просто вот так вот идет, и трэнс-трэнс-трэнс. То есть они привлекают внимание. И здесь то же самое. Как тени, они могут привлекать внимание. То есть они увидели, что вы реагируете на это. А мы же не бежим реагировать, когда они когтеточки дерут. Мы как раз бежим, когда они наш диван за 100 тысяч дерут. И поэтому здесь нужно наоборот реагировать. И это вот в следующем нашем слайде. Как раз схема адвоката, она помогает правильно реагировать. То есть мы предлагаем альтернативу когтеточкам, которые есть у кошки сейчас. Ставим их в правильные места. Это опять же, в отличие от лотков, проходные места. Там, где кошка часто-часто-часто проходит. То есть вот идет она, например, от входа в комнату до, например, своей лежанки. Вот так через всю комнату. И вот по дороге ей можно поставить когтеточки. Я всегда рекомендую элементарно. Ставьте когтеточки в коридорах рядом с входными дверями. Будет работать идеально. Нам нужно какое-то время закрыть объект, вот этот, который она дерет. Но если это мебель, то можно купить или чехлы, или специальные накладки, такие прозрачные, как скотч, как вариант. Закрыть это место. Даже всю мебель необязательно. Можно вот накладка, да, прозрачная. Закрывается это место. Рядом ставится когтеточка. Все. Вот столбик, да, вот такой вот как. И кошка перестает драть. То есть у меня, например, это всегда на 100% работает. Даже недавно был случай. Я долго отсутствовала дома, месяц. И потом я приехала, и у меня кошка раздрала, видимо, уже на... Ну, у меня и когтеточки все уже раскрутились, плохие стали. И кошка раздрала лесенку для собачек. Она такая, как мягкая мебель для собачек маленькая. И я просто заклеила скотчем углы, которые она раздрала. Тут же заказала три новых когтеточки, поменяла их все. И одну из них поставила четко рядом с этой лесенкой. И вот сейчас уже прошло несколько месяцев, и она к этой лесенке, в общем-то, не возвращалась. Она стала драть когтеточку, ну, потому что я ей предложила лучшую альтернативу. Ей не нужно больше эту лесенку трогать. Поэтому вот здесь вот мы закрываем вот этот вот диван, ставим новую когтеточку в первую очередь, потом закрываем диван, потом вознаграждаем кошку, если она пользует когтеточку. То есть мы, как только видим, что она пошла драть, она подрала, мы ей раз, и какую-нибудь конфетку, вкусняшку. Молодец, похвалили. Даже голосом можно похвалить. Дерет, сказать, хорошая кошка, молодец. Она такая будет радостная, что вот я молодец. Они потом даже специально идут драть. Такие, ну что, где мои вкусняшки, похвали меня. Так что вот это вот именно рассказывает кошке, как ей себя вести. И здесь, как вы заметили, да, наказания опять же нет никаких. И это работает. Дальше про сбрасывание вещей. Уже немножко мы начали говорить. Здесь основная причина, чаще всего, это привлечение внимания. То есть кошка видит, что хозяин реагирует, когда она скидывает его телефон, или там скидывает его какую-то косметику, или скидывает какие-то еще вещи, там вазу начинает двигать хрустальную с полки, так медленно еще они любят. И смотрят, как реагирует. Реагирует? Нет, еще такой чуть-чуть. Ну что, реагирует? Там уже хозяин, ааа, как вратарь за этой вазой. Вот. И коту радость, веселье. Они очень много веселятся таким образом. Они даже могут... Я вот недавно как-то задумалась, у меня собака недавно, всего 5 лет, и я сейчас очень так в этой теме, такой, можно сказать, новичок именно с собаками работы. И я очень много между кошками и собаками наблюдаю. И вот у меня кот, когда ему скучно, он одно время развлекался, скидывая вещи собаки. Он приходил, если он находил что-то съедобное, или даже не съедобное, чек какой-нибудь там лежит на столе, он забирался, сбрасывал его, а собака на звук тут же побегала. И он хватал это, начинал носиться, играть, кот за ним наблюдал, потом раз, смотрит, сбрасывает следующую. Он опять бегает. Вот. И очень было на самом деле опасно, потому что он мог сбросить что-то, что пес маленький съест, подавится там или заглотит. И поэтому я прям не знала, как с этим поведением бороться. А в итоге получилось так, что это он меня вызывал так даже. То есть он такую какую-то двойную логическую связь уловил, что если сбросить, собака бежит сначала, а потом бегу я. Потому что я бегу спасать собаку от съеденного какого-нибудь, там, я не знаю, куска резины, а кот такой, о, класс, движуха началась. То есть чаще всего мы это, ну, сами их к этому приучаем. И вот здесь мы опять же по пирамиде должны изначально все равно все отработать. Хотя, вот мне когда говорят, у меня кошка вещи сбрасывает, я думаю про себя сразу, о, ну, наверное, блин, мало играют, привлекают внимание. А все равно я отрабатываю это по всей пирамиде, потому что можно, не отработав один какой-то маленький-маленький шаг, очень сильно ошибиться и потом, как бы, корректировать вообще не от того. И вот здесь именно, опять же, мы начинаем со здоровья, мы смотрим, нет ли у кошки, например, гипертиреоза, да, то есть она не сбрасывала никогда вещи, такая сидела нормальная, а тут вдруг начала сбрасывать, ничего не изменилось. То есть, возможно, она таким образом именно привлекает внимание к тому, что ей не очень хорошо, что у нее есть боли. Или гипертиреоз, это такое заболевание щитовидной железы, которое кошка делает кошку более активной, более такой нервной. И также спокойная кошка, будучи больной гипертиреозом, она может начать там бегать по квартире, вот опять же сбрасывать вещи, что-то портить, то есть у нее просто появляется такая повышенная энергия. Опять же, мы проверяем кастрацию, не кастраты обычно более активные, они требуют больше внимания, они меньше спят, и поэтому многие люди, даже которые играют со своими кошками каждый день, не справляются с такими животными, так как они прям вот, у них это как шило в попе, они все время там передвигаются, вот, в отличие от кастратов. Потом нужно удостовериться, а безопасно ли кошке играть на полу, потому что, например, если у вас живет кошка, и у вас живет собака, или у вас живет маленький ребенок, или другая недружественная кошка, она ее может на полу, там начинает играть, а на нее нападают, или там ребенок бежит, пугает, или нападает собака, ну, такая, вроде у них нормальное отношение, но вот у меня часто такое, у меня начинают кошки играть, и собака все, его как подменили, он начинает вот так вот аж на месте кружиться, верещать. Типа, я тоже с ними хочу, а я ему не разрешаю. Говорю, дай им поиграть. Они тоже хотят поиграть без тебя. Он же, естественно, прибежит, он их там разгонит просто и все. И вот если у кошки нет возможности играть на полу, вот она может развлекаться тем, что она просто сбрасывает предметы или играет с предметами на высоких поверхностях, и они просто нечаянно у нее падают. Вот. Смотреть, это вот у нас будет по физиологии, да, режим питания и игр. У кошки должен быть адекватный режим, да, игр. Она должна играть хотя бы, ну, взрослая кошка уже после трех лет хотя бы полчаса в день. До трех лет это от двух, ну, два часа в день какая-то такая средняя, да, цифра. Котят же вообще невозможно заиграть. И здесь нужно смотреть, удовлетворяются ли эти потребности. То есть, может быть, с кошкой играют раз в неделю по пять минут. И то есть она просто таким образом развлекается. Надо начать с ней играть, и она начнет спокойно уже сама, ну, закроет эту потребность, и она не будет уже ничего сбрасывать. Уделяет ли хозяин время коту? Это о социальных, да, потребностях. Может быть, у кота есть какой-то партнер, да, другой кот-собак, с которым они играют. А может быть, никого нет, он один живет. На это тоже надо обратить внимание, чтобы понять, какая причина этого всего. Удовлетворяются ли познавательные потребности? Опять же, котику скучно. Поставили ему на планшете фильм про птичек, он сидит, смотрит, вот уже как бы все хорошо. Поставили ему на планшете игрушку для кошек, там мышка бегает, он половил, все замечательно. Общается ли хозяин, там, дрессирует ли и так далее. Тоже очень важно. И здесь мы как раз должны проверить ненамеренное подкрепление. Это из той серии, когда котик начал двигать вазу, а хозяин каждый раз несется эту вазу ловить. А котика это развлекает. Вам нужно понять, есть ли это. Чаще всего это бывает в этом случае. И тут как раз вот работает эта схема, схема адвоката. Мы, если будем работать по ней, то ненамеренного подкрепления не будет. Потому что в первую очередь мы предлагаем альтернативу своим вещам. То есть мы покупаем кошке, вот как на картинке, да, вот какие-то такие головоломки, где она за еду должна что-то разгадывать, что-то там думать. На самом деле даже физическое, какие-то упражнения физические, да, потому что люди такие, надо кошку заиграть. И они ее начинают гонять там лазерной указкой, она там вот так вот до высунутого языка. И вот физическая нагрузка, она столько калорий не сжигает, как умственная. И кошка, которая именно сидит и разгадывает эту головоломку, она может потерять столько же или больше калорий там, чем потеряет кошка, которая там полчаса бегала за указкой. Поэтому здесь главное, что ваше вмешательство особо не требуется. Вы наполнили головоломку, поставили, кошка ее разгадывает, все, а вы занимаетесь своими делами. Вот, и всем хорошо. Так вот, мы предоставляем кошке правильные игрушки. Начинаем с кошкой ежедневно хотя бы по 30 минут в одно и то же время играть. Важно в одно и то же время, чтобы она привыкла, что мы играем в такое-то время. Закрываем доступ к объектам нежелательного поведения. Роняет она вазу? Ну, уберите вы вазу за стекло куда-нибудь. Роняет она ваши там духи, помады? Уберите их в ящики комода, не надо их выставлять. Роняет она телефоны? Старайтесь не оставлять телефоны в доступе кошке. То есть здесь это только наша какая-то ответственность. У нас дома всегда было правило. Если ты что-то оставила, кошка это испортила, а виноват ты, а не кошка. Потому что ты не подумал о том, где ты это оставляешь и почему. Потому что кошка себя контролировать не может. А мы люди, мы себя можем контролировать, мы можем планировать. Убираем, значит, по максимуму. И дальше вознаграждаем, когда кошка использует игрушки. Да, например, с теми же головоломками она вознаграждается автоматически. Она выковыривает из головоломок, сама съедает эту еду, и ей как бы хорошо. И не подкрепляем нежелательное поведение своим вниманием. То есть если даже она пошла и такая присматривается, как открыть это стекло и достать оттуда эту вазу, мы делаем вид, что мы ничего не видим. Мы, короче, вообще ноль эмоций на эту кошку. И она, если у нее не получится открыть это стекло, она уже такая скажет, ну ладно, фиг с ним, пойду, поищу чем еще заняться. А тут вы ей головоломку. И она, о, класс, все. И все довольны. То есть кошка занята, у вас ваза целая, и вы спокойны. Про поедание несъедобного. Основная причина, ну, чаще всего это здоровье, привлечение внимания и такие вещи, как навязчивое состояние. Это такие состояния, вызванные стрессом, когда кошка может или повторять какие-то движения, то есть, например, она там по кругу ходит, или она вот начинает есть какие-то несъедобные вещи. То есть, это чаще всего нитки, ткань, вот они просто прогрызают, как моль, одежду вот эту у хозяина. То есть, ну, это уже именно, я бы сказала, патология, она связана не только с поведением, но и с здоровьем. Поэтому она лечится вместе с ветеринарным врачом. Мы, опять же, делаем первый наш шаг пирамиды, да, это здоровье. Его ни в коем случае, ну, мы ничего не пропускаем никогда, мы должны проверять все. Здоровье, значит, общее обследование. Лучше всего желудочно-кишечный тракт, кровь, биохимия общей, УЗИ, брюшной полости, кал на анализ, в том числе на паразитов. И мы смотрим, что, возможно, кошки могут чего-то жевать, если у них есть паразиты, или у них болит живот, или что-то такое. То есть, мы выявляем эти признаки. Дальше выявляем признаки длительного стресса, потому что от стресса тоже кошка может есть несъедобное. Это там, что у кошки выпадает шерсть, может быть, она грустная, много спит или мало спит. В общем, очень много признаков стресса, и их надо тоже с ветеринаром выявить. Кастрация. Не кастраты больше подвержены стрессам, поэтому больше у них предрасположенность к тому, что они будут стресс, что называется, заедать несъедобным. Потому что жевание, вот это лизание, это кошек успокаивает. И они сначала начинают это делать в норме, а потом это может переходить в какие-то опасные состояния, когда они начинают уже поедать именно предметы. Оцениваем условия содержания безопасной среды. То есть, может быть, кошка живет в клетке всю жизнь. Или у кошки совсем маленькая комнатка, там где-нибудь в общежитии, и больше никуда нельзя выйти, и окна там нету. Это подвалы, то есть у кошки объединенная среда. Это тоже может быть источником стресса и источником вот такого поведения. Наличие вертикальной территории, наличие каких-то ресурсов, потому что, вот как я уже сказала, мне все говорят, у кошки есть все. Но надо понимать, что те вещи, которые принадлежат вам и которые кошка использует с вами совместно, это не кошкины вещи, это ваши вещи, это общий коммунизм такой. А кошке хочется жить в капитализме, ей хочется, чтобы у нее свои были вещи, чтобы она пришла, и она всегда ими могла воспользоваться. Лежит она на диване, вы пришли диван разбирать, например, вы ее прогнали, а у нее должны быть места, куда она легла, и все, там ее никто не трогает, это табу. То есть, это комплексы, это специальные ее лежанки где-то, где никто не имеет права ее трогать. И она точно знает, это мое, это моя игрушка, это моя лежанка, это моя когтеточка, и никакие люди другие, другие кошки, они по соглашению могут пользоваться, но что там люди не спят и не уберут это куда-то, не выбросят. То есть, здесь именно важно вот это. Режим питания и игр, опять же, это такая важная физиологическая вещь, которая делает среду кошки предсказуемой и, опять же, уменьшает стрессы. И смотреть, самое такое еще есть, комки шерсти в желудке. Кошки, у них есть инстинкт, они вот траву едят, да, и они когда едят траву, они заедают, они что, для чего ее едят? Чтобы ее обратно выдать, как говорится, потому что таким образом они чистят желудок от комков шерсти. И комки шерсти, они могут вызывать тошноту, и когда кошку тошнит, вообще по любому поводу, она может начать поедать несъедобное. Как будто она ест вот эту траву, и она хочет, чтобы то, что в желудок попало, вот плохое, оно вышло, и она начинает искать, что мне такое съесть, чтобы меня вырвало. Ну и вот она находит эту, если она находит траву, она ест траву. А не находит траву, она может начать есть там мишуру, есть там цветы домашние, есть какие-то несъедобные вещи. Нашла клубок шерсти и начинает отъедать от него. То есть здесь у них действительно есть такая привычка. И, естественно, нужно посмотреть с точки зрения безопасности, ну, есть ли какие-то затяжные конфликты с другими животными. Это тоже влияет. Опять же, депривация очень сильно влияет. То есть это вот, как я сказала, когда животное живет в клетке, у него обедненная среда, оно ничего не видит вокруг. И оно просто вот сидит вот так вот в одну точку. Вот они могут поедать несъедобные, они могут даже себя выкусывать, шерсть. И, в общем, такие серьезные отклонения. Ну и поедание тоже может быть ненамеренно подкреплено, когда кошка, например, начала что-то поедать. Провода. Вот классический случай. Кошка ест провода. Что происходит с хозяином? Он ее сейчас убьет. И он бросается спасать кошку. Кошка это понимает, что меня сейчас прибьют. Ой, что... Кошка не понимает, что ее прибьет. Она понимает, что хозяин на это прореагировал очень ярко. И она в следующий раз пошла грызть провода. Хозяин опять бежит. Она такая, о, кнопка вызова хозяина. И она приходит, начинает эти провода грызть. Хозяин прибегает опять. А потом говорят, ой, что мы только не делали, ничего не помогает. Вот стоит перестать вот это делать, да, и оно поможет. Ну и отработать по кошачьему адвокату это все. То есть есть вот еще диагноз, да, конкретно диагноз навязчивое состояние, когда кошка поедает несъедобное. К этому склонны некоторые породы, например, сиамская и ориентальная. Вот. Вы можете сходить к врачу, попробовать с врачом-невропатологом, проработать это, если вы уже перепробовали все поведенческие методы. Потому что это диагноз исключения. То есть он ставится в последнюю очередь, когда мы исключили до него все-все-все. То есть это полное обследование, полное поведенческое расследование, да, что с кошкой не так. И вот по схеме кошачьего адвоката мы опять же предлагаем альтернативу. Убираем те вещи, которые кошка жует. Например, провода. Она ест провода. Что нужно сделать? Сейчас такие плинтуса есть, в них можно провода убирать. Есть специальный кабель-каналы, в которые даже можно, если у вас ноутбук стоит, от него провод, вот этот провод просто в этот кабель-канал такой кругленький засунуть, и все, кошка уже до него не доберется. То есть мы вот это все исключаем. Даем ей альтернативу, да, обогащаем среду. Даем ей, может быть, какие-то, есть жевательные игрушки для собак, можно их купить также для кошки. Маленькие такие, какие-то червячки там, косточки. Если ей нравится жевать, например, что-то там пластмассовое, есть такие из пищевой пластмассы для собак игрушки. Можно в собачий отдел зайти, купить, она будет их жевать и как бы забудет про провода. И вознаграждаем, если она использует именно игрушки, хвалим. Но не кидаемся отнимать, да, то, что она хватает. То есть нам нужно сделать так, чтобы у нас была возможность не реагировать на ее нежелательное поведение. То есть вот она начала говорить про провода, у нас должна быть возможность сказать, ну и фиг с ним. То есть они, значит, должны быть или обесточены, или их просто не должно быть там. То есть у нее не должно быть возможности. Она пытается, но ничего не получается. Потому что наше внимание, оно в основном это поведение все и подкрепляет. Укусы и царапины, агрессия на людей. Здесь всегда основная причина – это отсутствие правильной социализации, стресс, наказание. То есть вы можете, опять же, вы по пирамиде все проверяете. Хотя, да, вот я знаю основные причины, я знаю, что 90% причин – это будет вот это. Здоровье. Ну это общее обследование, чтобы понять, потому что кошки часто проявляют агрессию, особенно внезапную, когда у них что-то заболело. Вот всегда был нормальный кот, все было хорошо. Ну так иногда мог укусить там, когда к нему слишком сильно пристаешь. И он вдруг ни с того ни с сего начинает прям капитально кидаться, прям капитально драть всех. И вы тогда должны в первую очередь не звонить зоопсихологу, что мой кот сошел с ума, а взять его и пойти к хорошему проверенному ветеринару, провести обследование капитальное, то есть общая биохимия крови, УЗИ брюшной полости, моча на анализ. Может быть, если эта порода связана с какими-то наследственными заболеваниями, которые могут приносить боль, как, например, шотландская веслоухая, вообще сплошь и рядом агрессия из-за их остеохондродисплазии. То есть у них больные суставы, в какой-то момент суставы начинают болеть, люди пытаются кошку взять на руки, делают ей таким образом больно, и кошка начинает прям очень сильно кусаться, очень сильно царапаться и кричать. И люди такие, ой, что случилось с нашей кошкой? На самом деле вот у шотландцев вот эта вот штука, это прям сплошь и рядом. Опять же, кастрацы, некостраты, они более стрессовые, и они более агрессивные и раздражительные в норме, потому что такова их жизнь. Им нужно добиваться там полового партнера, им нужно искать какие-то себе новые территории, и они всегда на каком-то более повышенном эмоциональном фоне находятся. И часто вот бывает такое, что даже меня приглашают к некостратам, хотя я не очень люблю выезжать на такие вызовы, но иногда вроде бы смотришь, ну можно как-то проблему эту решить, пока что без кастрации. Редко такое бывает. И я приезжаю, и мне говорят, ой, ну такая кошка, ну вот прям характер, конечно, у нее отстой. Ну вот она всех там бьет лапой, на всех там может и шипнуть, что не так, гостей гоняет. И я всегда говорю, ребят, вот чаще всего после того, если я все-таки уговариваю людей на кастрацию, они кастрируют и говорят, у нас через месяц другая кошка. Она изменилась до неузнаваемости, она никого не кусает, она мурлыкать первый раз начала, она там что-то еще. Что же мы, дураки, сидели-то, до этого мы это не сделали? То есть люди принимают вот эту агрессию какую-то, агрессивный типа характер, а на самом деле это просто гормоны. Вот и все. Ну и естественно мы оцениваем условия содержания, безопасности в целом, да, кошки. И личина территории, есть ли вертикальная территория, много ли ресурсов. Потому что кошка может проявлять, например, территориальную агрессию из-за того, что у нее не хватает ресурсов. Ей кажется, что ее где-то там ущемляют все время. То есть гость пришел, она такая на гостя ши, и все, уходи. Нам здесь нахлебников не надо, мне самой одной тут мало всего. Также могут бояться людей, если наказывают их. Наказание обязательно тоже нужно проверять, потому что если физически кошку наказывают, ее агрессия – это закономерный ответ. Это чаще всего последствия наказаний бывает. И опять же эмоциональная физическая нагрузка у нас тоже здесь очень важна, потому что кошка, если она ничем не может заняться, и у нее какая-то проблема, эта проблема с большей вероятностью перерастет в нежелательное поведение, чем кошка с ней справится. То есть надо понимать, это любая в принципе проблема. Мы, например, вот у нас хорошее настроение, нам классно, у нас хорошее здоровье, мы хорошо себя чувствуем, и нам не важно, есть нам чем заняться или нет чем заняться. Мы можем просто полежать там, в телефончике поиграть, и все будет все равно нормально. А вот если нам, например, чего-то плохо, случилась какая-то беда, или там что-то происходит такое, что нас тревожит, мы заболели, и потом, и нам еще нечем заняться. Нас положили в какую-нибудь там больницу, лежим мы вот так в потолок, глаза не телевизора, не телефона, не интернета. И вот человек имеет такое свойство фокусироваться на проблеме, то есть мы начинаем себя больше и больше накручивать, о чем-то думать. И так же и кошка, она просто в более простой форме, но когда ей нечем заняться в течение дня, если у нее есть какая-то проблема, она на ней начинает фокусироваться, фокусироваться, и эта проблема переводит ее в состояние вот этого нежелательного поведения. Ну вот здесь про наказание я уже сказала. Еще очень важен период социализации котенка до шести месяцев. Если до шести месяцев котенок, например, его в один месяц оторвали от мамы, учили все время играть руками, говорили, что это все правильно, то он как бы будет проявлять игровую агрессию, потому что его так научили. Если котенка взяли в один месяц и не учили играть руками, с ним всегда играли правильными игрушками, то он и не будет такую игровую агрессию проявлять. Что такое игровая агрессия? Мы идем по коридору, а кот на нас охотится, выпрыгивает и больно царапает и кусает. Или кот там играет, мы, например, захотели с ним удочкой поиграть, а он нам на руку прыгает. То есть вот это вот такого плана игровая агрессия. Захотели погладить, он зацепил нас. Опять же, познание мира. Если кошка всего боится, она будет склонна более проявлять агрессию. Если котенку до шести месяцев не делали правильную социализацию, то есть не показывали других животных, не показывали детей, например. Потому что кошки, например, маленьких детей вообще часто за людей не воспринимают, если они их не видели. Они такие, кто это вообще? Что это за существо? Они примерно, когда вот ребенок там 2-3 года, они как вот собаку приведи и приведи ребенка, она будет одинаково относиться. Что она просто, ну это какой-то другой вид непонятный, что он хочет, что от него ждать. И главное, что дети и собаки, они примерно одинаково себя ведут. Они громкие, они бегают, они прыгают, они что-то там хотят от кошки все время. И то есть вот на самом деле у них такое вот восприятие. И поэтому здесь нужно понимать, является ли кусание для кошки именно способом общения, например, да? Потому что часто люди берут кошку насильно, треплют там, что-то такое делают. Пока что она не начнет кусать. Как только она начала кусать, ее отпускают, таким образом подкрепляя это поведение. То есть она такая, что надо сделать, чтобы меня отпустили? Укусить. И кошка продолжает кусать всех по любому поводу в итоге. Захотела поесть, пошел, укусил за ногу. Не хочет, чтобы тебя трогать, сразу укусил. Потому что в норме они сначала языком тела показывают, а мы в норме должны перестать их трогать, когда они уже языком тела сказали, что не надо меня трогать, я не хочу. Ну, большинство, я бы сказала, этот язык тела не замечают. Потому что что мы делаем? У нас кошка лежит, мы в телевизор или в компьютер, и одной рукой ее гладим. А ей уже, наверное, надоело, может быть. Она там вам всеми своими ушами и хвостом это уже 77 раз показала. А вы их даже не смотрите, например. Или смотрите, но не замечаете. Тогда кошка кусает. И когда это повторяется много-много раз, у нее язык тела уже, она такая, что с ним нормально разговаривать? Он все равно не понимает. Я сразу буду кусать. Что время-то тратить? Энергию. Кошки свою энергию очень расходуют экономно. И вот мы переходим, да, как мы работаем с укусами, царапинами и агрессией. Во-первых, мы, да, по пирамиде мы все проверили, мы нашли какие-то причины, и мы с каждой причиной начинаем работать по этой схеме. То есть находим причину укусов. Например, причина укусов в том, что с кошкой играли руками и не реагировали на ее сигналы тела, когда она просила от нее отстать. Мучили там ее и дети, и взрослые, и все, кому не лень. Значит, мы предлагаем альтернативу этому поведению, да, мы свое поведение меняем просто. Мы начинаем играть с кошкой с удочкой, а не с руками. Мы начинаем реагировать на ее сигналы тела. То есть когда мы подходим, мы не сразу ее хватаем, мы спрашиваем, а можно вас погладить? Она такая, можно. Мы гладим. И дальше смотрим, когда она настроена гладиться, а когда нет. И также перестаем реагировать на укусы. То есть сейчас такое бывает. Вот как я сказала, кошка подошла, укусила. Типа я хочу играть или я хочу есть. И хозяин такой, ой, да, 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 давно не играли, пойдем. Вот таким образом вы подкрепляете это поведение, потому что она укусила и получила то, что она хотела. То есть она подкрепилась. Вот. И вам нужно, наоборот, не реагировать на это, а именно делать какой-то, значит, режим кормления, по которому вы ей будете выдавать в определенное время корма, ей его не надо будет просить. Или там режим игр, когда вы выдаете игру, ей ее просить не надо. Дальше мы закрываем доступ к объектам нежелательного поведения. Тут не очень, да, вроде понятно, а наш человек кусает к себе, что ли, доступ закрывать. Но действительно мы закрываем доступ к себе. То есть вот, например, у вас лежит кошка, она склонна к игровой агрессии. То есть когда вы ее трогаете, она может начать играть с вашей рукой. Вы начали руку к ней подносить, чтобы ее погладить. А она переворачивается на спину, раскрывает свой капкан из четырех лапок рта и такая, ну давайте, давайте, сейчас будем жрать вашу руку. Так не надо туда дальше-то тогда руку. Вы вот так раз, она так сделала, вы руку убрали, все, и ушли. Пока я в таком ключе с тобой разговаривать не буду. Потом, если кот намерен вас укусить, вот он сидит у вас на коленках, например, какое-то время гладился, потом вы где-то пропустили, что ему надоело, или он решил с вашей рукой поиграть, и он уже такой, эээ, поворачивает голову, рот открывает. Уберите руки, спрячьте их. Скажите, нет, можно его столкнуть с коленок, сказать, не надо меня кусать, так я не буду с тобой общаться. Вы должны дать понять коту, что такое общение, оно вами не поддерживается. Если он так будет делать, вы просто развернетесь и уйдете, и у него не будет с вами вообще тогда никакого взаимодействия. Тогда он начнет больше взаимодействовать с вами именно в ключе того, чтобы погладиться там, просто рядом посидеть. Вознаграждаем, когда кошка использует игрушки или знаки примирения. Например, вы подошли, кошка, например, обычно, когда вы к ней тянете руку, она вас кусает сразу. А тут вы подошли, протянули руку, она прикрыла глазки и отвернула голову в сторону. Ну, типа такая, я не хочу с тобой сейчас, это не надо ко мне. И вот это можно вознаградить, потому что она не укусила, она не пошла сразу в агрессивное на вас какое-то взаимодействие, а она сказала знаком примирения, что слушай, не-не-не, сейчас я не хочу общаться. Таким образом, вы сможете вернуть ваш диалог, который на самом деле должен вестись вот этими сигналами тела, а не кусанием. Ну, да, вот и не подкрепляем, если кусает, прекращаем общение. То есть здесь, опять же, эта схема, она прекрасно работает, и никаких наказаний не надо. Вообще, наказание при агрессии, это именно то, что запускает такой замкнутый круг. Кот агрессирует, человек наказывает. Кот агрессирует, человек наказывает. И наказание только ухудшает ситуацию. Человеку непонятно, то есть. Ну, часто люди почему-то не понимают. Вот они говорят, а мне помогает наказание. Вот он подошел, укусил, я ему по носу дал, он ушел. Я говорю, что, и потом больше никогда-никогда не пришел? Нет, через 10 минут пришел, опять кусался. Я говорю, а в чем тогда помощь вот этого наказания? Ну, то есть, ну, просто вы остановили его, а что дальше? Нам же надо убрать поведение совсем. Ну, а так можно всю жизнь и как бы по башке ему давать, пока там все мозги не отобьются. И как бы поведение будет все хуже и хуже, хуже и хуже, чаще и чаще. Люди этого не понимают часто. Начни игру с шумом ранней побудки хозяев. Это чаще всего связано просто с отсутствием режима, отсутствием физической активности, эмоциональной, нарушением циркадных ритмов. Опять же, по пирамиде проверяем, да, это здоровье на всякий случай, потому что, опять же, если это резко что-то изменилось в вашем коте, то вы проверяете всегда здоровье. Дальше. Не кастраты склонны к большей активности. Поэтому, да, если у нас кот там поет рулады в 5 утра, и он не кастрированный, возможно, кастрация решит все ваши проблемы одним махом. Потом такой вопрос, пускают ли кошку в спальню или постель? То есть, смотрите, если человек, например, целый день находится на работе, потом он приходит домой, он, ну, там, 3-4 часа бодрствует, ну, максимум, наверное, 4, да, с нашими такими графиками 8-часовыми, полтора часа дорога. Вот он там 3 часа пободрствовал, а потом он идет спать и закрывается от кошки, потому что она мешает спать. И у нее поведение от этого еще ухудшается, потому что у нее и так нет с хозяином никакого практически контакта каждый день, а он еще даже ночью ей не позволяет с собой спать. И у нее получается, что вообще там общения 3 часа в день – это очень для кошки мало. Особенно учитывая, что за эти 3 часа хозяин, скорее всего, играет с ней там 5 минут. Поэтому здесь именно в таком случае закрывать дверь в спальню – это неконструктивно. Но есть другая проблема, когда, ну, такая же история, когда закрывать дверь можно. Для этого нужно вот проработать всю схему. Мы смотрим, закрыта ли потребность физической и эмоциональной нагрузки. То есть мы смотрим, сколько с кошкой играет. То есть полчаса в день как минимум. Здесь именно основной упор идет на то, чтобы сделать режим по часам. У кошки есть циркадные ритмы, которые она проживает в течение дня. Это она проснулась, ну, вот в природе, да, она просыпается, охотится, ест. Затем умывается, смывает в себя остатки этой пищи, запахи и ложится спать. Вот этот вот один цикл, он повторяется 3-4 раза за сутки. В зависимости от времени года, там и всего, светового дня. У наших кошек часто этот циркадный ритм, он происходит 20 раз в сутки. Почему? У них корм в доступе лежит. Они едят каждые полчаса, скажем, каждый час. И, значит, каждый час у них запускается вот этот вот циркадный ритм. И получается так, что в течение ночи он тоже запускается там 4-5 раз. И кошка встала ночью такая, ну, что, надо сначала поиграть, типа, а-ля поохотиться. Потом, ну, пойду поем. Потом, ну, пойду в лоток, еще лотком гремит там. То есть, а хозяева из-за этого не спят. Если же вы нормализуете кормление, то есть делаете там кормление 4-5 раз в сутки, то у нее эти циркадные ритмы будут запускаться 5 раз. И один, и там зависит от того, сколько мы даем физической нагрузки и сколько мы даем еды. Если мы дали еды много, то кошка, и много физической нагрузки, кошка спит потом дольше. То есть, вот, например, как говорят, надо больше кормить на ночь. Не всегда только на ночь. А иногда это нужно сделать четкий режим в течение всего дня. Вот. И мы нормализуем циркадные ритмы кошки. Она просто перестает бодрствовать ночью. И, естественно, она перестает шуметь и будить. Вот. Она просто спит. Вот. Хотя некоторые кошки спокойно живут с кормом в доступе. И есть даже такие исключения, у которых, если корм на ночь уберешь, они, наоборот, будут всю ночь орать, верещать и так далее. И чем-то заниматься. Вот. То есть тут, конечно, должен быть индивидуальный подход. Опять же, общение с хозяином, да, про то, что я говорила. Если хозяин 2 часа в день общается с кошкой, конечно же, ночью она будет его будить. Потому что она офигевает от того, от депривации у нее вообще ничего нету. Она целыми днями одна. И есть ли возможность у кошки самостоятельно развлекать себя. То есть, например, если кошка ночью все-таки склонна бодрствовать какое-то время, поставьте ей кучу пищевых и игровых головоломок на ночь. Где-нибудь в кухне, подальше от спальни. И спите. Она будет... Она там к вам полезет, вы ее игнорируете, и она пошла есть из этих головоломок. То есть съесть из головоломки – это не как из миски. Из миски 5 минут, а из головоломки она будет выковыривать полтора часа. То есть она уже полтора часа дает вам поспать. И работа по схеме адвоката. То есть это альтернатива. Да, что здесь будет альтернатива? Это будет вот то, чем ей заняться, кроме того, чтобы шуметь и будить вас. То есть это тихие, спокойные игры. Это головоломки, это пищевые, игровые. Может быть, даже какие-то имити... Ну, там, пакет взяли бумажный, туда мышей наложили пушистых каких-то бумажек. Положили туда кусочки-вкусняшки. И вот прямо перед сном их раскидали где-нибудь в кухне. Вот, пожалуйста. Даже покупать не надо никакие специальные приспособления. Ну и, естественно, правильный режим. Это тоже будет альтернативой. Потому что сейчас у нее неправильный режим, а мы ей даем правильный. Закрываем доступ. То есть мы можем закрыть дверь спальни. Но только после того, как мы дали альтернативу. То есть мы включили правильный режим, мы включили правильные игры, да, и мы включили все остальное. После этого мы можем закрывать от нее дверь спальни и пускай она ночует за дверью. Но тут еще нужно научить кошку не ломиться в дверь. Каким образом? Не открывать ее, когда кошка мяукает. Если мы открываем, когда кошка мяукает, это поведение подкрепляется. И вознаграждать, если она тихо сидит за дверью, например, в спальне. То есть мы, например, утром выходим, открываем дверь, там кошка, мы говорим, молодец, кошка, ты не мяукала всю ночь, не будила, не рыломилась в дверь, на тебе вкусную еду, ты вообще классная. И не вознаграждаем, когда она мяукает, то есть не открываем дверь, не выходим, не начинаем с ней играть, не даем ей еды. То здесь, в принципе, вот по такой схеме работа. Ну, громкое мяуканье, это тоже, в принципе, относится к тому же, но оно, самое главное отличие, может быть признаком боли. Потому что, когда кошка мяукает, ей больно, она говорит, все там, ну, то есть это уже такой прям знак сильной боли, и поэтому здесь нужно обращать на это внимание. Поэтому здесь здоровье, это прям вообще. Плюс еще такая бывает штука, как глухота у кошек. Особенно у белых, разноглазых или голубоглазых. И глухие кошки часто громко мяукают, а люди не сразу понимают, что они глухие. У них бывает одно ухо не слышит, и они все равно громко мяукают. Вот, а так они вас слышат. Поэтому, если у вас есть какие-то, как сказать, сомнения в том, что кошка как-то странно и очень пронзительно мяукает, можно пройти тест Байер, по-моему, он называется. Это специальный тест, который делается, чтобы определить, слышат ли оба уха у кошки, или оба не слышат, или одно только слышат. Опять же, некостраты мяукают свои рулады, потому что они хотят найти там кошку, кота. В незнакомой ситуации кошка очень часто мяукает, потому что, ну, они так сливают какой-то вот это свой стресс. То есть в переноске, приехали в новую квартиру, выпустили, кошка может какое-то время ходить и просто вот в пространство вот так вот мяукать. Плюс могут мяукать от перевозбуждения, да, потому что что-то происходит такое, что пугает. Или, например, что-то очень хочется такое, что аж прям не может с тобой справиться. Вот. И, опять же, эмоциональная физическая нагрузка – это сбрасывать накопившуюся энергию. Кот целый день сидит, ничего не делает, ему заняться нечем, хозяин лег спать, кот пошел по квартире. О-о-о-о, вот такие песни петь. Потому что ему надо ложиться спать, а в нем еще энергии там, я не знаю, Китай обойти два раза. И вот он таким образом пытается вот это вот слить, поет песни. И здесь, конечно, нужно обратить внимание на режим питания и игр, да, что нужно достаточно играть, правильно кормить в определенное время. На общение с хозяином, сколько минут они взаимодействуют, как взаимодействуют, что они делают. И есть ли возможность у кошки самостоятельно развлекаться, если у хозяина мало времени. Здесь, опять же, работа по схеме альтернативы доступа вознаграждения. Что мы делаем? Опять же, даем пищевые головоломки, игры, режимы игр устанавливаем. То есть даем то, чего коту не хватало по пирамиде. Закрываем доступ к объектам нежелательного поведения. Это мы опять объект, да? Что делать? Вот кот ходит и орет все время. Ну, многих бесит прям. Они не могут справиться, начинают ругаться на него, там, закрывать куда-то еще что-то, там, водой мочить, мочить, чтобы он сидел, вылизывался, но молчал. Здесь, ну, что можно посоветовать? Наушники с музыкой одеть, беруши одевать, что-то такое. Если вы начнете правильно корректировать, это поведение уйдет за пару-тройку дней. Вам долго не придется терпеть. Главное просто правильно корректировать. Ну и вознаграждаем, если кошка молчит. Потому что мы всегда вознаграждаем это, опять же, когда она орет ненамеренно. Мы там на нее внимание обращаем, обращаемся к ней по имени, говорим. Там, можем чем-то попытаться, игрушкой какой-то там, чтобы она только помолчала. А нам надо наоборот. Вот кошка молчит, а вы на это обращаете внимание. Я тогда всегда на консультациях говорю. Вот в карман напихали себе вкусняшки, сидите, и вы себе вот прямо этот такой, как считать, типа, сколько раз вы подкрепили. Вот вам надо 20 раз за сутки подкрепить кошку за то, что она молчит. И тогда вы уже сами начинаете искать моменты, а когда она молчит, когда ей надо там выдать это лакомство. А иначе это происходит ненамеренное только подкрепление ее мяуканья. Потому что вы реагируете только когда слышите ее. Вот. Ну и привередливость в еде, такой небольшой бонус, его мы не будем по пирамиде разбирать. Я просто хочу это обсудить, потому что сейчас очень часто с этим сталкиваюсь. Особенно сейчас такое время, когда корма у нас пропадают, к которым кошки привыкли, и они не могут привыкнуть к новому корму. И здесь такая история, что привередливая кошка – это два варианта. Или кошка больна, или кошка так воспитана. Ну, есть еще какие-то там 1%, может быть, каких-то кошек, которые просто вот малоежки, которым вот могу неделю не есть, мне и так хорошо. Вот. Но чаще всего это именно вот две эти вещи. И здесь, конечно, если ваша кошка плохо ест, и вы не можете, вы ей постоянно перебираете какие-то корма, вы ей все время там даете то одно, то другое. Она съела два раза, такая, нет, теперь это мне не нравится. И лежит по сутки голодает, ждет что-то другое. Вот. То здесь мы должны в первую очередь здоровье проверить, потому что часто плохой аппетит связан с паразитами, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, холециститы, панкреатиты, гастриты, там, все что угодно. И признаки стресса, да, кошка в стрессе будет плохо есть. Ну, чаще всего признаки стресса мы и по косвенным каким-то вещам можем понять, да, мы только что переехали, например, только что взяли кошку из приюта, там появилось новое животное. То есть здесь будет стресс, и кошка может тоже мало есть. Если это все не подтверждается, то есть все здоровье мы проверили, стресса нет, то, опять же, обращаем внимание на кастрацию. Не кастраты, они вообще меньше едят. А когда у них гон, то есть кошка в течке, а кот вообще у нас круглосуточно в гоне находится, потому что он живет в квартире, где тепло, хорошо, и можно круглые сутки спариваться, то они прямо мало едят. И часто у меня были случаи, действительно проблема была в том, что кошка плохо ест, она прямо такая, как велосипед, а потом просто я говорю, ну, ребят, блин, ну кастрируйте ее уже, и поувидите, какое чудо бы совершится. И они кастрировали, и через месяц там совсем уже другое животное, адекватная масса тела и все остальное. Поэтому здесь нужно тоже это учитывать. Бывает такое, что кошки мало едят из-за того, что у них нет безопасности, да, вот как у нас в пирамиде, да, безопасность на третьем месте. Неправильно стоят миски, ей не нравится, где они стоят, нападают другие животные. Миски неправильной формы, например, да, то есть с очень высокими бортами и узкие, например. Или неустойчивые, кошка ест, а миска от нее уезжает куда-то там. Вот. Или ставят миски рядом с лотком. Часто кошки не любят есть рядом с водой и пить рядом с едой. То есть лучше всего разносить эти вещи немножечко по квартире. Вот. И такие вещи тоже могут сделать кошку привередливой. По физиологии, да, по особенностям каким-то бывают кошки обжоры чаще всего. Например, вот сфинксы. Им просто, они как экскаватор вот так открывают свою пасть и вот этот корм туда загребают. Но вот чтобы кошка-малоешка, именно как породная особенность, мне не встречалась ни разу. Может быть, кто-то из вас знает, но я вот не знаю. Обычно они как-то так все средне едят. Опять же, режим питания и игр. Если нет режима питания, то есть, например, часто мне говорят, у нас кошка плохо ест. У нее все время сухари в доступе. И мы вот какой только мокрый корм ей не предлагали. Она его чуть-чуть полежет, соус, и все. Ну, то есть, а если ты целый день ешь сухари, у тебя аппетит будет. Вот набить себе карманы сухарями и ходить целый день вот так вот их оттуда есть. Потом кто-нибудь подойдет и скажет, ну что, борщаться-то будешь? Да что-то как-то от сухарей уже раздуло. То есть так и кошка. Она целый день ест сухари, запивает их водой. И ей еще что-то сверху предлагают. И сетуют на то, что она плохо ест. Нормально она ест, она сухари свои ест. А это ей просто уже чисто так побаловаться. Бывают действительно кошки, которые прям вот вообще ни сухари, ничего, не едят. Вот они, вот что им не предложи. Здесь именно работает режим в том смысле, что кошка понимает, что она не получит ничего, кроме того, что ей предложили. То есть мы ей выдали еду. Вот сказали, вот твоя миска, вот тебе еда. Она такая, да что-то как-то невкусно. Мы говорим, не хочешь, как хочешь. Убрали в холодильник, обратно закрыли. У тебя следующее кормление через 5 часов. Она через 5 часов, значит, вы ее зовете. Она опять приходит, вы говорите, вот тот же корм. На. Она такая, да нет, я же сказала, не буду. Такие, ну не надо, уходи. То есть здесь ее надо просто перебороть. У многих не хватает силы воли. Типа кошкам вредно долго голодать, но это на самом деле так. Но здесь надо просто вот прямо упереться и добиться. Особенно когда у вас будет ежедневно один и тот же режим, у вас кошка будет мести все подряд, что вы ей дали. Потому что она будет капитально голодная к этому времени. Вот. Потому что у нее уже циргадные ритмы выработаются, у нее желудок будет желудочный сок запускать в определенные часы. Вот. Также можно посмотреть, некоторые кошки с помощью еды шантажируют хозяина. Они видят, что хозяин начинает нервничать, если она не ест. Ей 40 разных банок. И каждые 5 минут к ней в кровать, прям с подносом. Вот, пожалуйста, ну поешь, ну вот хоть вот это. Ну вот хоть вот это. Она лежит такая, ну оставьте вы меня уже в покое. А некоторые кошки это просекают. И они понимают, что им очень-очень много внимания, когда они начинают отказываться от еды. И они реально специально начинают отказываться. Чтобы к ним вот бегали с подносами, чтобы их там вот все целовали, гладили. Потому что когда они не отказываются, например, на них мало внимания. То есть вот это вот нужно тоже учитывать. Ну и, естественно, конфликты. Потому что конфликты – это такая вещь, что кошка может быть и в стрессе от них, поэтому плохо ест. Или, например, другое животное от миски гоняет. Или ребенок там вечно в этой миске сидит, и кошка не понимает, что там вообще безопасно, и она не хочет туда подходить. Пищевые головоломки тоже очень хорошо стимулируют аппетит. Потому что добытое в трудной борьбе всегда более вкусно. У кошки, вот у нее там может быть 40 разносолов, но попку от колбасы добыть из мусорки – это будет самое вкусное вообще у нее пиршество. Хотя вот ничего не ест, там все холистики ей купили. Зато попка от колбасы, потому что из ведра сама добыла, дверь открыла, ведро перевернула, откопала. Вот так же работают головоломки. И, конечно же, чтобы кошка интересовалась пищевыми головоломками, у нее обязательно должно быть кормление по режиму. То есть в доступе корм не должен оставаться. Потому что если будет в доступе корм и головоломка, она просто ей пользоваться не будет. Зачем работать за еду, если еда достается бесплатно? Так что здесь, конечно, привередливость в еде. Сейчас это очень важная тема. И если вы видите, что ваша кошка вот прям так перебирает, я всегда рекомендую. Прямо строгий режим по часам не менее 3-4 раз в день кормления, а то и больше. Но чтобы были перерывы. И каждый день в одно и то же время. И тогда кошка будет очень хорошо есть. Ну, например, вот как мой Тиша. Тут была такая штука, что меня просто напугали. Наш корм кончился, он ел лечебный. Все, он очень или дорого стоит, как паровоз, или его нет. И я решила, ну, то, что найду импортное, то куплю. Это был брит. И я накупила на огромную сумму этого брита, хотя он его ни разу не ел. И меня вот в инстаграме напугали девочки. Они сказали, ты что сделала? Зачем ты столько сразу купила? А если он откажется, он не будет его есть. А я реально взяла последние банки просто вот на складе. И меня реально прям с утра я это прочитала. Я подскакиваю, бегу на кухню, открываю банку. Думаю, сейчас ты если есть не будешь, я тебя сама съем просто. Вываливаю ему эту банку. Ну, и вот товарищ как бы очень с аппетитом все съел и попросил еще добавки. То есть здесь с котом нет проблем, потому что он ест по режиму. У него 3-4 раза в день он ест. Ему положили еду, если ты ее есть не хочешь, значит, ты развернулся, ушел, а я еду убрала. И ты сидишь еще 4-6 часов, ждешь, когда мамка там с работы придет, и тебя еще покормят. Поэтому здесь именно аппетит кошки часто зависит от ее, от того, как хозяин к этому относится, скажем так, и как воспитывает. Спасибо всем за внимание. Сегодня было очень много информации. Надеюсь, она вам понравилась и помогла. Здесь есть мои контакты. К сожалению, у нас некоторые сети сейчас признаны террористической организацией, поэтому мы не можем их использовать. Я завела себе две новых соцсети. Это телеграм и вконтакте. Вконтакте, не пугайтесь, там пока пустая практически страничка. Она будет развиваться. Вот буквально за следующую неделю я этим займусь. А телеграм уже наполненный. Там много уже подписчиков, и мы активно общаемся. А он у меня как аналог сейчас инстаграма. Ну, как бы они параллельно живут, параллельной жизнью. Вот, поэтому подписывайтесь, приходите в гости, будем общаться дальше. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.